Добрый день, дорогие друзья! Мы начинаем эфир передачи «Обзор рынков ФБС» и с нами сегодня аналитик компании ФБС Кира Юхтенко. Кира, добрый день! Добрый день, Игорь! Коллеги, приветствую! Мы очень рады вас видеть, потому что Новый год, вы потратили много денег, теперь хотим заработать много денег. И вот ждем вас, чтобы вы нам подсказали, как же это сделать. Вам слово. Ну что, давайте разбираться, что творится у нас сегодня на валютном рынке. Конечно, я думаю, что все уже давно заметили, что январь начался достаточно жарко, продолжается не менее активно, чем мы наблюдали в начале января. Пока мы доедали наши салаты оливье, в принципе, конечно, да, мировая общественность удивлялась тому, как, оказывается, быстро может падать нефть, как быстро могут падать китайские индексы. Но, тем не менее, сегодня мы наблюдаем некоторую стабилизацию ситуации, немножко восстановился спрос на рисковые активы. Но, честно говоря, я бы, наверное, не стала слишком обольщаться и расценивала бы текущее такое вот временное, но не то чтобы, да, даже коррекцией это назвать будет слишком смело, но, по крайней мере, некое замедление падения сегодняшнее я бы не стала рассматривать как все-таки смену настроения, потому что нефть у нас сегодня проседала на новый многолетний минимум, ниже отметки в 31, вот потом немного восстановилась. Но здесь нам нужно заглянуть в экономический календарь, и там мы увидим, что завтра, в среду, нас ждет два достаточно серьезных события. Во-первых, будет опубликован торговый баланс Китая, и там, если посмотреть на последнюю статистику, которую мы видели, например, по промпроизводству, то можно понять, что экспорт китайский страдает, несмотря на все усилия властей по девальвации юаня, не слишком это все хорошо себя проявляет, паника растет, а вот на самом деле, насколько стабилизируется экономика, насколько хорошо себя чувствуют действительно экспортеры, мы узнаем завтра, но я подозреваю, что мы все-таки увидим новое сокращение торгового профицита, и, безусловно, рынок воспримет эту новость без оптимизма. Это первая новость, которую мы увидим завтра на азиатских торгах, и я подозреваю, что она может нам подарить новые, более глубокие минусы. Это первый момент. И второй момент – это, безусловно, данные по запасам сырой нефти в Соединенных Штатах. Там ожидается, ну, вот официальная статистика вроде бы даже выглядит неплохо, но если послушать экспертов, то можно увидеть, что, конечно, не слишком оптимистично оценивается ситуация, негде, по сути дела, хранить американцам свою нефть, и вполне возможно, что завтра мы в реальности снова увидим цифры, которые нас заставят нефть продавать. Поэтому вот эти два момента, которые будут завтра влиять на настрой к риску, и, в принципе, уже сегодня, я думаю, что они будут постепенно отыгрываться. Кроме того, вот хочу обратить ваше внимание на то, что у нас в 5.15 выступает Марк Карни, глава Банка Англии. Не то, чтобы там какое-то суперважное мероприятие, выступление в Париже, на конференции, но, тем не менее, напомню, что в четверг состоится заседание Банка Англии, и вот в преддверии этого события, безусловно, нам будет интересно господина Карни послушать. Давайте сразу заглянем на график пары британский фунт, американский доллар. Я попробую вспомнить, как у нас включается демонстрация рабочего стола. Да, давайте попробуем. Включается она очень просто. Вот, нажимаете демонстрация рабочего стола. А почему-то у меня такая кнопка пропала. У меня есть кнопка «Documents», «Whiteboard», «Pool». Ага, сейчас мы это поправим. Ага, я вижу, это, видимо, вас где-то в какой-то момент выбило. Все. Сейчас должен случиться «Magic», появится кнопка «Демонстрация рабочего стола». Игорь, вы волшебник. Даже не сомневаюсь. Так. Единственное, что, может быть, попросит вас опять что-то подгрузить, а может быть и нет. Сейчас посмотрим. Все, видим ваш экран отлично. Началось. Замечательно, прекрасно. Итак, господа, давайте начнем с пары британский фунт, американский доллар. Ой, почему-то у меня оторвалась немножко связь на метатрейдере. Но, ладно, в принципе, это не настолько критично, потому что несколько секунд назад она работала. Значит, актуально. Да. Итак, мы видим, что фунт-доллар сегодня, конечно, очень резко падал. Мы пробили поддержку. На мой взгляд, падение стало очень показательным. У нас вот была вчера попытка немножечко восстановиться. Вот мы отбились от поддержки, но, в общем-то, достаточно быстро снова вернулись к снижению. Негатив сегодня, который мы получили по промышленному производству, он, в общем-то, подтвердил, что нет пока поводов для того, чтобы ожидать от Банка Англии повышения процентной ставки в ближайшем будущем. Поэтому до сих пор экономисты говорят о том, что маловероятно, что это произойдет раньше, чем в четвертом квартале 2016 года. Поэтому, в принципе, это настроение сейчас и отыгрывается у нас. Ну и, кроме того, есть ожидание референдума британского, который, по слухам, пройдет у нас где-то летом, в начале лета. И, безусловно, это, конечно, тоже момент для фунта негативный. Хотя мне кажется, что референдум уже во многом отыгранный. И здесь вот скорее снова включается в игру фактор монетарной политики. Поэтому сегодня, вот через 45 минут, будем слушать господина Карни. И, возможно, там мы получим новый повод для продажи. Я думаю, что здесь, безусловно, если пойдет новый импульс, вот сейчас в последние несколько часов немного замедлилось снижение. Если пойдет новый импульс, можно совершенно смело входить в короткую позицию, не сомневаться. Ну, а если Карни, допустим, скажет что-то обнадеживающее, потому что британская экономика здорова, там и все в этом ключе, будет небольшая коррекция. Но, тем не менее, отметка 1,45 – это сильное сопротивление на данный момент. И очень вряд ли, что мы его продавим. И, скорее всего, завтра, когда мы посмотрим на отчеты Банка Англии, мы получим новый весомый повод для того, чтобы открывать короткие позиции. Поэтому здесь вот послушаем Карни, от этого уже отполкнемся. Это что касается пары британских фунтов и американских доллар. Теперь давайте скажем несколько слов по поводу евро. Здесь мы видим небольшую консолидацию, но в целом, конечно, ничего такого радостного для европейской валюты мы не наблюдаем. Есть нечто подобное на голову и плечи. Это у меня четырехчасовки открыты. Мы видим плечо, голову и, соответственно, плечо. Если вы угадали движение моей мышки. И, соответственно, отметка 1.0830, 1.0840 – это поддержка. И ее пробой станет очень удачным моментом для того, чтобы войти в короткую позицию. Так что здесь нужно немножко выждать. Ну и, безусловно, если вот завтра оправдаются мои ожидания, и мы получим новый риск офф трейд, если нас разочарует Китай, то, безусловно, здесь мы евро будем продавать на росте спроса на защитные активы, которым в этой паре выступает американский доллар. Это что касается евро. Ну и цели здесь, в принципе, 1.08. Наша следующая поддержка может стать начальной целью, но я думаю, что можно целиться и ниже вполне, потому что в целом мы видим, что торгуемся мы в нисходящем канале. Это оранжевые линии на моем графике. И, собственно, вот эта вот свеча с длинной тенью, которую мы наблюдали на минувшей неделе, уже нам о многом говорит, как мне кажется, о том, что не очень-то охотно, в общем-то, и продавали, да, в тот момент не очень-то охотно, но, в общем-то, потом было некое замешательство. Здесь снова тенюшка длинная, и, в общем-то, мы видим, что на этой волне продавцы взяли верх. Вопрос в том, когда они разгонятся. Американский доллар, японская иена. Я прохожусь по традиционному набору инструментов, которые мы обозреваем. Здесь также демонстрируют некие попытки восстановиться. Ну, также, вернее, это скорее относится еще к австралийцу, о котором я поговорю немножко попозже. А вы меня слышите, кстати говоря? Раз-раз? Да, да, конечно, Кира, мы вас прекрасно слышим. Ага, хорошо, а то я как-то увлеклась разговором и поняла, что... Мы рядом, мы слушаем, все записываем, так что внимательно. Хорошо, ладно. Итак, американский доллар, японская иена – небольшая попытка восстановиться, но пока, на мой взгляд, о развороте здесь нам ничего не говорит. Если перейти на четырехчасовки, то мы увидим, что доллар иена торгуется в боковичке, вот этой отметке 118, 117, да, примерно. Внутри него такой некий треугольник вырисовывается. Ну, и, в общем-то, все это, на мой взгляд, говорит о том, что мы будем снижаться и дальше, ну и, кроме того, в соответствии с нашим общем, вот, фундаментальным ожиданием того, что сохранится спрос на защитные активы, японская иена остается в фаворе. Пробои нижней границы этого боковика на отметке 117, ну, хотя бы 117.20, если уйдем пониже, это уже хороший момент для продажи, на мой взгляд. И цель первоначальная 116.50 – это нижняя тень нашей свечи, которая, вот, собственно, и дала повод для коррекции. Ну, и вполне возможно, что и ниже мы тоже уйдем. Обстановка выглядит очень тревожно, и, конечно, если применять это к жизни обычного россиянина, то я бы даже сказала, что пугающе. Ну, мы трейдеры, мы смотрим на рынок немного под другим углом и можем позволить себе радоваться тому, от чего большая часть российского населения печалится. Это что касается доллара и иены. Ну, и напоследок давайте на австралиец посмотрим. Здесь у нас, опять же, небольшая попытка восстановления, не слишком стабильная и, на мой взгляд, достаточно бесперспективная. Медь продолжает валиться, сырьевые рынки лихорадят, абсолютно они нездоровые. И, в общем-то, пока слишком много негативных факторов для сырьевых площадок, поэтому нет, покупать австралиец точно я бы не стала. Ну, и, в общем-то, продажа ниже отметки 0.70. Даже сегодня внутри дня, на мой взгляд, вполне адекватная стратегия. У нас в четверг выходит статистика по австралийскому рынку труда. На нее мы посмотрим. И, кстати говоря, она обещает поддержать наши негативные прогнозы, потому что там ожидается рост безработицы и там ожидается уменьшение количества, уменьшение темпов прироста занятости в Австралии. Поэтому здесь, в общем-то, тоже это все может подтвердить общую негативную картину, сырьевой кризис, промышленность, которая напирается на добычу сырья, или, как говорят нефтяники, на добычу сырья. Очень мне нравится этот жаргон. Безусловно, промышленность сжимается, и рынок труда тоже от этой тенденции страдает. Поэтому здесь, в принципе, можем дождаться в четверг хорошего очень импульса на продажу австралийского доллара. Ну, а что касается американского доллара, если так вот немножечко посмотреть пошире, в целом неплохо выглядят перспективы, особенно в тех парах, где доллар не торгуется с иеной. Потому что швейцарский франк на данный момент уступил свою роль убежище японской иене. В общем, совершенно не хочет себя вести как защитный актив. Ой, посмотрела в чат, мне тут делают комплимент. Спасибо, Владимир. А какая Жанна? Ну да, надо разобраться, какая Жанна, а то потом непонятно, это комплимент или нет. Надо знать, что за Жанна, согласен с вами. Жанна Фриске была очень красивая девушка. Жанна Абузар, очень талантливая. Нет, нет, Анжела. Анжела, наша коллега американская, приехала к нам из Штатов и, в общем-то говоря, привносит свой подход в нашу компанию, чему мы необыкновенно довольны. Вот, нет, мы не родственники. Но, да, я думаю, что это можно расценивать как комплимент в таком случае. Да, да, согласен. Просто мы думали, Жанна, все-таки Жанна, Анжела, разные имена. Да, да, да. А у меня, честно говоря, первая мысль была про Джанет Елен. Потому что многие ее так называют. Ну что ж, в принципе, наверное, я сказала вам все, что хотела на сегодня. Могу на какие-нибудь вопросы еще ответить, если они у вас есть. Так, конечно. Коллеги, пожалуйста, вопросы Кире. У меня вопрос с Кирой вам такой. Значит, вы видите в целом глобально возможность укрепления доллара, кроме как к иене. А все остальное вы допускаете? Да, да. Ну, к иену я сейчас доллар по иене попродаю. Прямо сейчас проверим эту теорию. Ну, а уже, так сказать, совершенно серьезно. А почему вот все-таки так вот к иене? Вот только потому, что ее мир рассматривает как защитный актив сейчас? Или еще есть какие-то, может быть, действия Центробанка ожидаются в Японии? Или еще какие-то действия? Ну, насколько мне известно, в основном все-таки здесь играет именно вот этот фактор тихой гавани, так исторически сложилось. Ну, а что касается Банка Японии, насколько я знаю, никаких активных действий от японского регулятора сейчас не ждут. Программа стимулирования продолжается, но она уже учтена в цене. Ну, и, собственно говоря, вот пока нету никаких оснований полагать, что Банк Японии нас порадует какими-то комментариями такими, хотя бы комментариями или действиями. Хотя, конечно, у них, безусловно, есть проблемы, и вот сегодня представители Банка Японии жаловались, сетовали на то, что очень сложно бороться с дефляционным менталитетом. Люди уже привыкли, что, в общем-то, действуют таким каким-то определенным образом уже на протяжении многих лет, цены не растут, и, собственно говоря, это людей к определенной манере поведения приучает. Но пока, видите, немножко они побаиваются. Я так понимаю, что Банку Японии, в принципе, тоже вот текущий диапазон по иене вполне комфортен, потому что чрезмерное обесценение тоже чревато последствиями неприятными. Понятно. Хорошо, Кира, спасибо. Вот Владимир Никитин задает вопрос. Кира, Китай тоже может продавить Ауди до 66? Это как бы не вопрос, а размышления. Как вы согласитесь с таким вот этим? Абсолютно согласна, да. Это вот то, как раз, о чем я говорила, что там вот пробой ниже 70 по австралийцу, это вообще абсолютно будет здоровый сигнал для того, чтобы входить в шарты. И да, 66, а может быть и даже ниже, там в более средней перспективе, абсолютно адекватные уровни. Но другое дело, что, конечно, тут у нас и коррекции будут, то есть если говорить о трейдинге таком ежедневном, то, наверное, низко цельца сразу не стоит. Вот. Хотя, посмотрим. Посмотрим. Ясненько. Понял вас, Кира. Спасибо вам огромное. Хорошего вам дня и успехов на рынке. Большое спасибо, Игорь. Вам тоже успехов. Господа, берегите свои депозиты, будьте внимательны, потому что время, конечно, очень тревожное и насыщенное. Такое количество факторов на рынке действует. То есть вот даже если взять, еще немножко, поговорим минутку, даже если взять рынок нефти, на самом деле очень сложно уследить за всеми аспектами, которые в данный момент на цену влияют. То есть тут у нас есть и ожидание Ирана, который обещает нам вывести новую марку нефти на рынок в течение пары месяцев. У нас есть и фактор, например, тот, что в последнее время поговаривают о том, что могут новое заседание, внеплановое заседание ОПЕК провести буквально на днях, если нефть провалится ниже 30 долларов. И есть у нас новый тип. Экспорт, экспорт американская нефти не забудем. Да, безусловно, Игорь, да, вы совершенно правы. В принципе, то, на что мы и не рассчитывали, да, еще несколько месяцев назад, а вот оно взяло и появилось, как один из ведущих факторов. И, конечно, очень все интересно и, безусловно, читайте новости, господа. Наверное, мой самый главный навек. Читайте новости и будьте внимательны. Анализируйте, в общем. Хорошо. Спасибо вам огромное, Кира. Удачи вам. Спасибо, Игорь. Вам тоже удачи и всем хорошего настроения и прибыльных сделок. Спасибо. Всего доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok